Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. На покраску енотовый воротник. Многие мне задают вопрос по телефону можно ли покрасить воротник краской для волос? Можно! И вот такой результат. Показываю вам пример. Енотовый воротник хотели покрасить черной, черной краской для волос, но на самом деле он коричневый на данный момент. То есть не черный, он коричневый, а вовнутрь она не покрасилась. То есть покрасилась сантиметра 4 верхней ости, а подпушь просто она набивная у енота и естественно краска сюда не прошла. Вот как это смотрится вообще на столе. Видите, то есть часть покрасилась, часть не покрасилась. Тут подпушь очень забитая. Здесь оно покрасилось только первые 3-4 сантиметра и так по всему воротнику. И оно распадается и конечно смотрится некрасиво. Но краска взялась для волос. Не черным, коричневым тоном, но взялась. Видите, это мездра. То есть где-то ее вымазали, где-то она осталась еще красной. Вот такой вот результат. То есть кто-то может покрасить и думаю ему нравится такой внешний вид. Ну а кому не нравится внешний вид, тогда лучше не рисковать. Тогда лучше нести уже специализированную покраску. И вот готовый результат покраски. Мы перекрыли весь коричневый цвет, полностью ушли черным глубину, то есть закрасили полностью подпушь. Вы можете видеть, что здесь тоже темная мездра уже у нас, а красная ткань таки осталась. То есть он полностью перекрылся, закрасился, но пришлось потрудиться, чтобы вывести эту краску. Но в конечном итоге все у нас получилось. Теперь красивый воротничок. Мы исправили все то некрасивое, что делала с ним хозяйка. Кому нравится наша работа, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!